Всем привет, это Оз, и сегодня пойдет речь об одном из самых трендовых бюджетных гравийников 20-го года Марин Никасио Плюс. Начнем, пожалуй, с дизайна. В 2020 году Марин очень постарались над этим аспектом, и, как мне кажется, цвет фреймсета отлично соотносится с цветом коричневых боковин на модной гравийной резине. Фреймсет этого велосипеда полностью сделан из хромолебдена, а геометрия рамы сделана таким образом, чтобы передний треугольник мог вместить максимально большую пакинговую сумку. Теперь, пожалуй, пройдемся по креплениям на фреймсете. Начнем с вилки. На каждой ноге вилки вы можете видеть по две бонки с наружной стороны. Внутри бонки отсутствуют. На дропаутах два стандартных классических крепления под брызговики и под багажник. И, конечно же, на короне вилки имеем сквозное отверстие для крепления все тех же багажников, света и брызговиков. Еще одна особенность, которая мне очень нравится, это юбка на короне вилки, которая позволяет защитить нижний подшипник рулевой от попадания грязи прямиком с переднего колеса. Кроме того, на раме присутствует косынка на нижней трубе. Подобные косынки вы можете увидеть на экстремальных байках, в том числе на BMX велосипедах. Она сделана для усиления, для добавления дополнительной жесткости в этой области. На переднем треугольнике вы можете видеть три крепления. Одно на подсидельном штыре, второе на нижней трубе сверху и третье на нижней трубе снизу для тулбокса, либо еще одной фляги. Так как на этой раме верхние перья смещены чуть ниже, чем принято обычно, под подсидельным хомутом вы можете видеть специальный узел, который сделан для того, чтобы можно было закрепить багажник. Для крыльев используется стандартное крепление на перемычках между верхними и нижними перьями. Ну и в завершении два крепления под крылья и багажник находятся сверху дропаута. На Марине Кассио Плюс мы можем видеть не совсем обычную для украинского пользователя трансмиссию. Это не Shimano, не SRAM и даже не компаньола. Тут установлен микрошифт. Монетки этого производителя вы уже видели у меня на велосипеде Surly ICR и на предыдущем обзоре Salsa Marrakesh Flatbar. Выбор данной группы трансмиссий обусловлен тем фактором, что Марин хотели сделать максимально трендовый велик и при этом сделать его бюджетным. Ведь все хотят кататься на крутом модном велосипеде, но к сожалению не у всех достаточных ресурсов для его покупки. Дуалы здесь интересные, потому что по сути это что-то среднее между Shimano и SRAM. Как у SRAM здесь не двигается ручка торможения, но при этом, как и у Shimano, здесь есть два флажка, которые отвечают за повышение и понижение передач. Что меня смущает в этом дуале, так это его конструкционная особенность, которая делает его похожим на старые поколения Shimano Claris. Когда сбоку переключателя выходит кабель и это выглядит не очень эстетично. Что касается дуалов, площадка, как вы видите, достаточно большая практически как на Shimano и больше чем на SRAM, например в том же Apex. По удобству хвата моя рука ложится достаточно неплохо, есть специальная ложбинка такая под указательный палец, поэтому в верхнем хвате именно ехать, фиксировать руку удобно. Что касается торможения, то в этом положении пальца будет достаточно затруднительно, а если перенести его ниже, то в принципе возможно. Но удобнее будет все равно двумя пальцами тормозить, чем одним. Во-первых, будет эффективнее, ну а во-вторых, просто удобнее и легче прожимать. Что касается обмотки, то на ощупь она очень приятная и цепкая, как будто прорезиненная. Сверху достаточно мягкая, снизу в принципе тоже. Здесь установлен баран с выворотом дропа внизу, это очень правильное решение, потому что в нижнем хвате более широкое позиционирование рук, и это хорошо при прохождении всяческих гравинах или оффроуд трасс. Проводка здесь внешняя, конечно они не стали изощряться как Fuji, делая красивую внутреннюю проводку. Ну и с другой стороны, легче будет самому ремонтировать или настраивать велосипед, все-таки менять проводку рекомендуется раз в сезон. Ну и кому нужна эта морока с протаскиванием троса через раму? Поверьте мне, это не самое приятное занятие. По трансмиссии это 1х9, спереди установлены шатуны FSA Tempo с narrow-wide звездой на 42 зуба. Задняя кассета на 9 скоростей 11-46. Очень внушительная сковородка, как для такого бюджетного байка. Задний переключатель MicroShift Advent на 9 скоростей. Примечательно, что у него, как и у Shimano переключателей, есть специальный рычажок, который переводит пружину в более жесткий режим, что позволяет лучше удерживать цепь во время езды по бездорожью. Есть, конечно, определенные плюсы у этой системы. Во-первых, скорее всего, будет меньше вес за счет того, что отсутствует передняя звезда тяжелая. Передний дуал левый является только тормозной ручкой, и у него нет внутри механизма переключения, нет проводки. И второй нюанс – это удобство при настройке такой системы, потому что настраивать нужно только задний переключатель. Теперь по колесам. Собранные они на втулках Marine, на насыпных подшипниках, под диск, на 32 спицы, обода обычные, не под бескамерку. И покрышечки, всем известные, очень красивые и крутые WTB Horizon на 47 мм. Здесь установлена дисковая механика Tektra Micro и ротора на 160 мм. Несмотря на то, что это тормоза бюджетного уровня, у них есть регулировка внутренней колодки. Ну а внешнюю колодку придется подводить уже при помощи компенсатора. В общем, как мне кажется, велосипед вышел достаточно прикольный, особенно в сравнении с Nikasio предыдущего поколения, где была вот такая тонюсенькая резина и больше 35 размера особо ничего не влазило. Ну а тут мы видим огромные катки на 47 мм и вот такенную сковородку, на которой можно рыбу жарить. Ну в общем, все как вы любите. Поэтому я считаю, что этот велосипед действительно заслуживает внимания. Я уверен, этот ролик будет полезен всем, кто ищет бюджетный гравийник на следующий сезон. Поэтому не забудьте поделиться им со своими друзьями. В комментариях обязательно напишите, как вам этот байк. И если вам понравился видос, поддержите его пальцем вверх. Не забудьте подписаться на канал и дернуть за колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч в следующем году. Субтитры сделал DimaTorzok